Существует много способов защитить смартфон. И, конечно же, я не устану повторять, что защитное калёное стекло для смартфона – это наиболее удачный из них. Итак, это новое видео на канале GadgetMania. Сегодня мы распакуем две посылочки из Китая, в том числе закалённое стекло для Meizu MX4 Pro. Мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, приступим к вскрытию содержимого. Достаточно быстро всё это у нас такой скальпель-не скальпель, но всё-таки получилось у нас разрезать данный пакетик. Очень люблю, напоминаю, когда всё приходит вот в таких вот жёлтых пакетиках из Китая. Достаточно быстрая доставка. Всегда выбирайте, как я вам уже говорил ранее, доставку с помощью e-пакет. Это очень выгодно, очень быстро и дополнительный там доллар-полтора, они этого стоят. В пакетике больше ничего нет, но, в принципе, очень люблю, когда продавцы, особенно такого скоробьющегося продукта, как стекло, упаковывают всё это вот в такие вот штучки. Это дополнительно защитит упаковочку и, соответственно, внутри содержимое от повреждений, которые могут нанести с помощью доставки, с помощью пинания пакета и тому подобное. Итак, рассмотрим поближе, что мы здесь можем видеть. Здесь мы можем видеть, в принципе, розничную упаковку стекла. С первого взгляда может показаться, что это жесть, то есть жестянка какая-то, но нет, это картон стилизован под, скажем так, алюминий или другой какой-то металлический материал, но это в первую очередь картон. Здесь мы видим 9H, это очень любят китайцы всё писать, то есть супер, скажем так, надёжная, не влияет премиум темпера, то есть премиум стекло, оригинал технологии. И в нашем случае китайцы всегда, не только, кстати, в нашем, китайцы любят упоминать смартфоны Samsung и смартфоны яблочной компании в качестве заставки на свою переднюю поверхность любой продукции для того, чтобы, как будто бы это премиум материал. Сзади устройства, не устройства, а сзади вот этой вот картонной коробочки у нас есть шаги, как это всё дело устанавливать. В нашем случае две штуки абсолютно одинаковые, поэтому одну уберём и откроем одну из них. Ну что ж, вот для этого, скажем так, флагманского смартфона приобретено данное стекло. Здесь у нас есть вот такая вот заглушечка, сейчас мы её попробуем нашим неострым скальпелем открыть. Это даже не скальпель, а какая-то лопаточка. Открываем. И что ж, у нас под такой вот весьма интересной обложкой находится. Как всегда, стикеры по доставанию пыли и грязи присутствуют. Вот карточка Thank You, спасибо за покупку, просят поставить 5 звёзд. Есть QR-код для того, чтобы вы могли пройти в магазин, ознакомиться с продукцией данного магазина на Алиэкспрессе. И, как всегда, вот такие вот салфеточки. В единичке находится спиртовая, а в двоечке находится обычная салфетка. Стекло. Ну что ж, ожидание такое, что оно должно покрывать, в принципе, от и до переднюю часть смартфона Meizu MX4 Pro. И сейчас мы с вами посмотрим и убедимся, так ли это на самом деле. Стеклышко выглядит вот таким вот образом. Я всё-таки надеялся, что здесь будет заканчивающийся контур. Но, судя по фотографиям, он, в принципе, так как продавец обещал, так его и прислали. Слава Богу, что всё приехало не битое. Это уже большой плюс. Пока отложим в сторонку и перейдём к распаковке второго пакетика из Китая, в котором у нас содержится третья бутылка из выпуска MyBottle ТОП-3. Сейчас идёт лето 2016 года. И очень полезные такие вот штуковины в виде. Большой бум на них в интернет-покупках, скажем так, есть. Не могу я разрезать, но буду стараться таким вот тупым ножом. Не то же, вру, не то же, шло Почта Китая. И тут сказать, скажем так, Аэропочта Китая, воздушный, к слову о работе Почты России. Я не знаю, навряд ли они смотрят мои ролики, но всё время, когда я хочу их поймать на, скажем так, нескоростной работе их служб, сортировочных центров и тому подобное, все посылки приходят на удивление быстро. Всё установленное законом сроки в течение 21 дня с момента заказа, даже с учётом того, что не сразу был отправлен данный товар от продавца. За кадром я это всё дело разбираю, больше, в принципе, ничего в пакетике нету. Убираем. Приятно осознавать, что продавец думает о вас. И здесь у нас, скажем так, небольшой презентик для себя любимого, либо для близких и окружающих меня людей, в частности, для любимой. Вот такая вот. Я открываю вот таким вот варварским способом, потому что распаковку произвожу в полевых условиях, можно сказать, в гостях. И у нас здесь тот товар, который должен, в принципе, был прийти первым, но пришёл, к сожалению, последним. Самый покупаемый товар на Алиэкспрессе за 2015 год. Don't touch this my bottle. This is my bottle. Не трогайте, это моя бутылка. Ну что ж, первое общее впечатление от того, что я вижу перед собой. Перед собой я вижу холщовый мешочек. Выполнен он из ткани. И, в принципе, имеет такой подарочный вид. Не стыдно получить такую, заказать такой товар с сайта Алиэкспресс. И, соответственно, потом просто это всё дело подарить. Может быть, кому-то, у кого есть детки. Может быть, себе любимому или любимой. И вот такой вот. Да, есть небольшой огрех, но здесь он поправляется. Это всё отстригается. Сейчас ножничками отстригём, и всё будет хорошо. Холщовый мешочек. Он достаточно плотный, и, в принципе, несёт больше, конечно, стилизованную картинку. То есть, конечно, никто не будет хранить бутылку в этой штуке. Это просто подарили, поставили, скажем так, повесили в угол. И здесь можно носить что-нибудь другое. Перейдём к самой бутылочке. И, как мне кажется, она точно такая же, как и чёрная бутылочка, которая у нас есть, my bottle. Здесь немножко другой шрифт, потому что, скажем так, женский розовый цвет. Абсолютно точно такой же пластик, стилизованный под стекло. Абсолютно точно такая же крышечка, с точно такой же заглушечкой. Сделано удобно, чтобы можно было пить, и, в принципе, это всё дело не проливать. Сама бутылка выглядит новой, и качество её меня более-менее устраивает. Даже не более-менее, а полностью устраивает. Крышка закрывается хорошо, и, в принципе, у меня никаких претензий к магазину и продавцу нет. Большой респект и, как говорится, спасибо. Друзья, такого фейла со стёклами я ещё не видел. Это пиздец какой-то. Я не знаю, что ответит продавец. Я уже 40 минут... У меня опыт наклеивания стёкол больше, блин, трёх лет. Это первый раз я с таким сталкиваюсь. Никак не хочет по углам стекло приклеиваться. Это вроде не самый бюджетный вариант стёкол, но, блин, вообще, если честно, я в очень большом расстройстве. Два стекла и два корябов стали по... Специально не стал записывать видео, как я его наклеиваю, но, блин, это, конечно, пиздец. Вот в правом верхнем углу... Сейчас я попробую немножко вот так вот сделать вам. В правом верхнем углу никаким образом не хочет даже вот так вот свет отвести. Вот так вот. Никак не хочет приклеиваться стекло. И, соответственно, в нижних углах, вот здесь вот, здесь вот, это второе стекло, друзья, здесь вот и здесь вот. Хотя, в принципе, продавца выбирал, как всегда, ещё есть косяк на стекле, то есть если его протереть сейчас тряпочкой, оно активируется. Вот здесь вот, видите, да? Я сейчас фокусируюсь. Давай, фокусируйся на пальце. Я сейчас вам покажу вот этот отблеск, видите, да, его? Это не грязь, это не клей, это не на самом дисплее. Это именно косяк стекла. Да, ещё вот здесь вот по краю тоже косяк, вот здесь вот. При этом у меня, ну то, что здесь это я, в принципе, уберу, тоже скос есть. У меня, друзья, вот эти вот, чтобы вот так вот стекло не приклеивалось в этих местах, у меня впервые вообще это всё происходит. Если честно, я в неком ахере. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, если посчитали его полезным для себя. Что покупать и покупать ли вообще, конечно же, выбор стоит за вами. Но я всегда выбираю защитный стекло для своего смартфона, который использую. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Ссылочки на товар будут в описании. Не забываем вам упоминать, что у нас проходит очень интересный розыгрыш. Опять же, условия будут в описании к этому видео. И всем пожелаю удачи и пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru. Место, где вы можете экономить на покупках в интернете. Это не какой-либо кэшбэк-сервис. Это место, где вы можете найти акции, скидки, распродажи, купоны и всё, что с этим связано. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.